С 1 марта, а 1 марта наступает уже, между прочим, очень даже скоро, тарифы на электроэнергию в стране должны вырасти, между прочим, даже на 40%. Сегодня НАСКомиссия, которая регулирует сферу энергетики и коммунальных услуг, будет рассматривать документы о повышении цен. В Министерстве энергетики и угольной промышленности говорят, что повышение тарифов на свет предусмотрено соглашениями с МВФ. То есть это условия получения НАМИ того самого кредита в размере 17,5 млрд долларов, который должен поступить в ближайшие недели. Это не первое повышение тарифов за последние несколько лет, и мы решили проанализировать, как менялась цена на электроэнергию для украинских потребителей за минувшие годы. Внимание на экран. Тарифы на электроэнергию за последние три года изменялись двое. Педвищение произошло в 2012 году в среднем на 10 грн. Объем до 150 кВт уже коштував трохи більше 28 грн. За объем від 150 до 800 кВт платили 36,50. За объем більше 800 кВт віддавали майже 96 грн. З 1 червня 2014 року Національна комісія, що зіснює державне регулювання у сфері энергетики, прийняла рішення підвищити вартість електроенергії на 10-40% у залежності від объєму. За спожиту електроэнергію об'ємом до 150 кВт сплачували майже 31 грн. Від 150 до 800 кВт – майже 42, більше 800 кВт – 134 грн. Ці тарифи для тих громадян, які мають газові плити, ті ж, хто користується електричними, сплачує менше. Крім того, для людей, які живуть у сільській місцевості та для пільговиків, тарифи на електроэнергію також менші. Ну, так чи інакше, ми всі тепер живем в новій реальності, і в цій новій реальності потрібно учиться уметь економити. І ми раді прийняти в нашій студії гості експерта по енергосберегаючим технологіям Сергія Дыбу. Сергій, добре утром. Добре утром. Добре. Собто, у нас все время упрекають страну в тому, що ми живем непосредственно, в тому, що ми слишком много потребляємо енергії, води і так далі. Ми з вами будемо розбираться в отноші електроэнергії як такової. От якщо от можна одразу, на чому можна економити так, щоб споживати менше світла? От, наприклад, тось... Значить, ну, начну з того, що можна секономити на всьому. І нам треба до цього привикати, тому що, ну, скажімо так, пониження електроэнергії вже не буде, буде тільки повищення. Так. І людина, кожен че, може до своєму мозгу відложити, що треба економити, не читати вигоду від заміне чогось. Ну, я просто хочу закончить свою мысль, не задавать вопрос, зачем мне это делать, а просто говорить, что надо это сделать. Хорошо. А что, например, из самых... Вот бытовые люди живут в квартире, там семья из трех-четырех человек. На чем они могут, как бы, во что они могут вложиться для того, чтобы завтра цена на электроэнергию не ударила по их кошелькам? Бережник не относится к электроэнергии. То есть использовать энергосберегающие освещения, лампочки. Сейчас очень новая, хорошая передовая технология LED-освещения. Хочу, как бы, ну, сразу все скажут, дороговизна. Ну, дороговизна в чем? Надо смотреть на долговечность, надо понимать еще такое, вводить понятие надежность. Надежность лампочки производитель гарантирует минимум пять лет, они могут служить и десять лет до замены, они не требуют утилизации. А вот просто цікаво, в чем разница? Вот есть светодиодные, так, светодиодные лампочки, а есть ртутные. Какая у них разница и, ну, какие, возможно, краще, какие краще використовывать? Ну, начнем с того, что с сегодняшним курсом доллара все такие, ну, как бы, лампочки, они привязаны, так или иначе, к этому курсу. Светодиодная лампочка, она, по-приори, экономичнее, ртутные лампочки. Она экономичнее, светодиодная, так. И она не требует утилизации, она долговечнее. То есть, скажем так, у вас есть пожилые родители, и вам надо поменять им свет. Вы вкручиваете светодиодную лампочку, и вы понимаете, что она будет гореть долго и счастливо, что вам не надо будет... Да, тут уже, как бы, она по цене кусается. Сергей, вот когда покупаешь бытовую технику, мои, например, друзья, которые живут в Европе, они все время говорят о том, что обращают внимание на класс энергопотребления этой техники. Стеральная машинка, там, или посудобоечная машина, или, там, микроволновка, то есть класс А, Б, С, Д. Вот объясните, я так понимаю, что нам тоже теперь придется обращать внимание на этот показатель? Опять же, хочу заострить внимание, что мы должны понимать, что не считать выгоду от энергосбережения. Еще раз хочу сказать, что тарифы будут расти. Скажем так, машинка, есть уже класс А2+, даже, скажем, ну вот, например... То есть А2+, это самое энергосбережение? Да, самое энергосбережение, да. Машинка за процесс стирки берет меньше киловатта. Если класс Б берет в районе двух, там, двух с половиной киловатт за одну стирку, то машинка класса А2+, она берет меньше киловатта. Ну, учитывая, что семья 150 стирок в год делает, можем посчитать выгоду... То есть, условно говоря, один раз вложился при покупке, потом экономишь. Да, один раз вложился и экономишь, да. Но еще хочу обратить внимание, ну, не только как бы сэкономить локально каждому человеку на какой-то выгоде, на какой-то замене. Опять же, как бы, хочу вернуться, ну, немножко глобально к тем же верным отключениям. Если каждый человек поймет, что нужно экономить, что потребление электроэнергии в пиковые часы упадет, то, возможно, этих отключений не будет. А, ну, понятно. Тогда, конечно, все другое дело. То есть, если хотим сидеть в тепле и со светом, значит, надо экономить. Экономить каждые полкиловатта, каждую десятую часть киловатта человек должен понять, что он должен сэкономить. Ну, это, в конце концов, наш собственный бюджет, наши собственные кошельки. А вот, например, такие всякие экстравагантные технологии, как, например, там, солнечная батарея на крышах домов. Вот для украинских реалий, для украинского климата, насколько это вообще употребимо? Для частных домохозяйств пойти себе на частный дом там поставить? Давайте вернемся, опять же, к цене этих технологий. Да, это хорошая передовая технология. Мы придем к ним. Солнечные батареи, да? И к солнечным батареям придем. Мы придем к разным новациям, которые используются в Европе, в Америке. Давайте исходить из наших реалий. То, что мы сейчас можем позволить себе, что мы можем сделать, как мы можем сэкономить на сегодняшний день. Даже, например, в том же быту, если человек хочет выпить кружку чая, зачем ему наливать полтора литра в чайник, чтобы потом 330 грамм кружку... До речи, очень много рядачей спросили, насколько электроэнергия берет электрический чайник, потому что там семья каждого ранку соби греет, греет, греет. То чайник, ну, зрозуміло, что все это через розряд. В домашнем быту электрочайник. И что еще самое вот такое, вот, бьющее по нашему карману незаметно? Освещение, чайник, электро... Микрохвыльевопич. Ну, микрохвыльевопич, она тоже берет. Ну, смотрите, печка, она работает столько, сколько нужно. В чем парадокс чайника? Если нужно выпить кружку, а греть полтора литра, то все равно тот литр остынет воды, а на него затрачено какое-то количество электроэнергии. Здесь ситуация, как бы каждый должен понимать, брать столько энергии, сколько необходимо ему, вот, необходимо в этот момент. То есть пользоваться приборами по необходимости, а не раздувать, как бы, потребление и говорить, что, ну, я там человек богатый, я заключу там какой-то лишний киловатт. Сергей, мне вот говорили, что времени у нас мало, вопросов у меня остается. Давайте мы договоримся, что это не последний ваш визит нам в гости. Что мы будем разом учить наших глядачей экономить электроэнергию и как-то подходить до этого взрослого? Тем более у нас в один из следующих ваших визитов будет возможность вообще обсудить политику государства в этой сфере. А сейчас, к сожалению, мне придется просто вот небольшие итоги подвести нашей краткой вот такого вот беседы. В частности, друзья, не экономьте на инвестициях в собственное благополучие. Поэтому хотите менять лампочки, лучше меняйте их на энергосберегающие. Хотите покупать новую бытовую технику, обращайте внимание на тот класс энергосбережения, который ей присущ. Ну и в конце концов, просто привыкайте экономить на мелочах, потому что экономить на мелочах в конечном счете позволит вам ваш семейный бюджет не распылить по каким-то незначительным тратам.